Мудрость приходит, когда уходит надежда. По всей вероятности, есть определенная связь между так называемой мудростью и памятью. С возрастом накапливается опыт и понимание, что все проходит и меняется, вне зависимости от твоих планов, надежд или желаний. И если в молодости память фиксировала только хороший опыт, ну типа упал, встал, все будет хорошо, все можно исправить, надейся и жди, вся жизнь впереди. А также игнорирование плохого опыта. Конечно, плохое и хорошее в кавычках. Все грустное, печальное, больное стиралось и вытеснялось из памяти. Позитивными преодолеем, добьемся, победим и достигнем. И мозг не замечал, что даже по достижении этого, чего-то желанного, спустя мгновение, это достигнутое теряло всякую свою притягательность и ценность. И вдруг появлялась новая цель. Несомненно, прекрасная. И на этот раз еще лучше и правильнее. И вера, надежда, любовь шептали хором, что мир будет лучше, светлее, добрее. Только надо постараться и еще поднапрячься. Вот-вот, чуть-чуть, в новом году под елочкой случится чудо. Ну точно же в этом году. Потому что, ну а как же, все-таки год тигра водяного. А значит, а значит, загрызем и выплывем. Ура, мы победим. И, конечно, есть замечательные люди, в мире есть, или будет точно, справедливость и счастье. Надо только искать в нужном месте. Сначала где-то вне себя, а потом кажется, что, конечно же, внутри себя. Сначала морковка висит у тебя перед носом, а потом она помещается в воображаемый внутренний мир. И когда, вопреки розовым очкам, накапливается понимание определенной закономерности, тогда понимаешь, что ты не падаешь и не встаешь. И никогда не падал, не вставал. Что это просто кино и картинки. И все, что происходит, оно просто происходит. И мир такой, какой он есть. А не такой, какой мечтается и воображается. Но вот эти все идеи, из-за которой люди убивают других людей, идут на смерть, во имя и во благо. Обманывают, предают, травят кого-то и вешаются сами, подкупают. Из кожи вон лезут, развивая позитивное мышление и лидерские качества, чтобы можно было иметь больше и еще больше ресурсов для влияния и насаждения своего правильного понимания жизни и мира и общества. А кто не понимает правильно, того можно уничтожить, пока не станет скучно. Субтитры создавал DimaTorzok